Всем привет! Вы на канале Тихая Охота. Один из самых любимых грибниками гриб это красноголовик, или другое его название подосиновик. Но это все народные названия. На самом деле подосиновик это такое условное разделение грибов из рода лекцинум на подберезовики и подосиновики. И обычно считается, что подосиновики растут подосинами и имеют красный либо оранжевый цвет шляпки, а также меняют при повреждении мякоть на синюю и черную. А подберезовики имеют другие различные оттенки цветов шляпки, растут подберезами и цвет мякоти при повреждении наоборот считается, что не меняют. Но на самом деле есть и подберезовики, цвет мякоти которых меняется, и есть подосиновики с шляпкой других цветов, совершенно не красных и оранжевых. Например, осиновик белый. Или, например, подберезовик жестковатый, который растет под осинами и тополями, цвет мякоти у которого при повреждении становится серо-черной. И казалось бы, вот оно исключение из правил. А все остальные подосиновики с красными или оранжевыми оттенками, наверное, одного вида. Но и тут наступает заковыка. Подосиновики-то могут встречаться не только под осинами, но также под тополями, березами, соснами, елями и даже дубами. И подразделяются на различные виды. Один из этих видов – это подосиновик белоножковый. И образует он микоризу с деревьями из рода популюс. Это осина и тополь. Но под тополями я этот гриб никогда не встречал, только под осинами. Так что, если у кого-то были находки этого подосиновика под тополями, то обязательно напишите мне об этом в комментариях. Подосиновик белоножковый распространен довольно-таки широко. Его можно встретить в различных регионах. Скажу даже больше. Все красноголовики, какие я находил в Воронежской области, скорее всего, были подосиновиком белоножковым. Дело в том, что у молодого подосиновика белоножкового ножка имеет белые чешуйки. А с возрастом эти чешуйки буреют. И чтобы определить, какой вид подосиновика вы нашли, нужно найти обязательно молодые грибы. Шляпка подосиновика белоножкового может достигать в диаметре до 25 сантиметров. Шляпка может принимать оттенки от оранжевого до красно-оранжевого. А молодые грибы могут иметь оттенок красно-коричневого цвета. На вот этом фото расположены подосиновики двух видов. Подосиновик красный, его я нашел подосинами и елками. И один подосиновик белоножковый. Как видите, гриб уже очень большой, но шляпка у него еще не успела раскрыться. И она имеет красно-коричневый оттенок. Это потому, что гриб очень быстро вырос. Это фото я сделал в 16 лет на старенький цифровичок. А на этом фото, более крупным планом, те же самые подосиновики, а справа краснокнижный осиновик белый. Но те-то подосиновики слева я просто подставил, а справа осиновик белый вот так вот и рос. Геминофор у подосиновика белоножкового трубчатый белый. Затем постепенно становится желтоватым, буреет и в итоге становится коричневым. На поверхности шляпки имеются мелкие ворсинки, а по краям шляпки может свисать кожица. Иногда это бывает очень ярко выражено. Ножка в диаметре может достигать 5 сантиметров, а в высоту почти 30 сантиметров. В молодости покрыта белыми чешуйками. Затем постепенно чешуйки начинают желтеть и в конечном итоге становятся красно-коричневыми. Гриб очень красивый и вкусный. Единственное, что плохо, по приезду домой, белые чешуйки на ножках этого подосиновика темнеют. Гриб можно встретить в зависимости от климата с мая по ноябрь. Но хоть его и можно встретить весной в начале лета, но пик плодоношения, по моему мнению, по большей части приходится на осень. Мякоть у подосиновика белоножкового при повреждении начинает быстро прям на глазах краснеть, синеть, а затем чернеть. А при готовке эти грибы всегда принимают черный цвет. Поэтому для многих грибников это неприемлемо. Но для меня это самое то, ведь я с самого детства привык к такому цвету жареных грибов. У подосиновиков также более плотная мякоть, чем у подберезовиков. Поэтому из грибов рода Лекцинум этот гриб лучше всего подходит для мариновки. Также его можно жарить, сушить, варить из него супы. Всем удачной тихой охоты. Пока.